Добрый день! Хочу приготовить сегодня запеканку из мяса индейки и мяса курицы. Так, у нас здесь 950 грамм филе грудки индейки и грудка. Здесь две целиковые грудки от курицы, кило 200. Два яйца, кабачки у меня в 800 граммах, одна луковица, немного чеснока. И, возможно, будем разбавлять все это овсяными отрубями, если будет слишком жидковатая масса у нас получится. Теперь все нарезаем, все прокручиваем, все смешиваем, кроме отрубей. И смотрим, что у нас получилось. Все, прокрутил я смесь нашу. 3 килограмма получилось. Еще раз напомню, тут мясо индейки, мясо грудки индейки, мясо грудки курицы. Ну, одного чуть меньше килограмма, другого около 250, по-моему. Кабачки 800 грамм, одна луковица среднего размера, ну и чесночка, там 6 зубчиков, по-моему. Теперь добавляем сюда 2 яйца. Все это размешиваем. Так, скорлупку не надо нам сюда. Так, солим, перчим и посмотрим, какая консистенция у нас получится. Все, перемешал как следует, посолил, поперчил, добавил еще копченые паприки и сушеного базилика. Ну, это на свое усмотрение, специи любые, добавляйте травки, муравки, не знаю, все что угодно. Так, теперь отруб я решил не добавлять, консистенция мне нравится, она не очень жидкая, то, что нужно. Теперь перекладываем все в противень, так, я уже подготовил, смочил его водой, просто все вываливаем сюда. Отлично. И распределяем всю массу равномерно слоем по всей площади противня. Нам потом удобно будет нарезать порции нужные нам, уже, когда она приготовится, и отремлять в течение дня. То, что здесь два яйца с желтком, пускай вас это не смущает, на три килограмма фарша распределятся эти яйца очень небольшим количеством, поэтому в одной порции запеканки у вас получится, ну, не знаю, там, 1 целая, там, 10. Короче, очень мало яйца, поэтому ничего страшного. Хотите, попробуйте просто без желтка, белком, тоже получится нормально все, но я решил желтком, потому что жидкие белки у меня кончились, а яйца на белки мне не хочется тратить. Желтки вообще проблема, куда мне их деть, на самом деле. Я думаю, страшным ничего не будет. К тому же я буду их отрублять в первой половине дня, на второй, третий прием пищи, поэтому ничего страшного. Все, как видите, равномерным слоем. Все, ни капли врагу. И ставим разогретую до 180 градусов, даже до 200, наверное, можно поставить вначале, духовку. Посмотрим, потом по времени расскажу. Так, запеканка моя готова. Готовил я ее час, да, много, ну, 30 минут на 180 градусов, и еще 25-30 минут я держал ее в режиме верхний нагрев, верхний гриль даже, 250 градусов. Это чтобы, ну, такая немножечко корочка появилась красивая, чисто символическая. А так, я думаю, минут 40, и все будет тоже готово, на самом деле. Видите, она в размере очень уменьшилась. В отличие от того, что она была прям полностью под весь противень, сейчас она меньше стала. Лишнее много жидкости было, я сейчас ее слил, конечно. Все, теперь ждем, когда она остынет, и нарежу ее на порционные кусочки по 100 грамм, ну, примерно. Так что, готовьте такую запеканку, очень полезные, вкусные, на первые два приема пищи, даже на первые, вторые, третьи приемы пищи. Идеальный вариант.